Как раньше развлекались люди, когда не было футбола? Очень просто. Приходили на стадион и смотрели, как другие люди вместе с лошадками и тележками соревновались, кто быстрее. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Потом появился футбол, все стали увлекаться только футболом, но появились люди, которым футбол не нравился. Он их разочаровывал, и они опять вернулись к лошадкам с тележками. Драйвинг называется эта красота. Это одна из дисциплин конного спорта. Собственно, что это? Лошадки, тележка и побежали. Хотя нет, непростая тележка и непростые лошадки. Тележка стоит, как огромный внедорожник, я уже не говорю о стоимости лошадок. Об этом всем наш следующий сюжет. Кажется, программа «Галилео» стала свидетелем гангстерской разборки. Никак иначе тайное совещание этих двух солидно одетых мужчин не назовешь. Шляпы, серые костюмы, острые взгляды. Не хватает только пистолетов. Нет, наши герои никакие не гангстеры. Хотя опасностей в их жизни немало. Они – конные драйверы. Мы решили выяснить, что такое конный драйвинг. Для чего нужны солидные костюмы. И что сложного в том, чтобы управлять повозкой. Чтобы открыть все тайны, программа «Галилео» отправилась вслед за героями в конюшню. Пока ничего необычного мы не увидели. Мужчины запрягают лошадей. Именно этими красавцами и управляют наши солидные гангстеры. Элементов упряжи немало. Весит лошадиное обмундирование. Больше двадцати килограммов. Сначала надевают уздечку. Руль для драйвера. Также необходимы через сидельник, хомут и подбрюшник. Словом, всё как положено. Лошадь запряжена и готова к забегу. Всё, его не надо. Но вместо того, чтобы садиться верхом, наши герои выезжают из конюшни в экипажи. Драйвинг – одна из дисциплин конного спорта. Драйверы с экипажами и лошадьми проходят сложный витиеватый путь, выполняя зигзаги и восьмёрки. В этом спорте ценится не скорость, как в обычных скачках, а умение лошади беспрекословно подчиняться извозчику и совершать плавные повороты при входе в узкие ворота. Правда, на этом поле не видно никаких ворот и препятствий для красивой езды. Всё верно. Это лишь тренировочное поле. Вернёмся на день раньше. Именно здесь лошади и люди будут демонстрировать свои умения. Сейчас проектировщики разрабатывают полосу препятствий для экипажей. На огромном поле выстраивают деревянные ограждения. Они образуют узкие коридоры и сложные повороты, в которые нужно вписаться драйверу. Чтобы усложнить задачу команде, на каждый столб крепят красные и белые полосы с латинскими буквами. Трасса представляет собой выстроенные в определённом порядке преграды с красными и белыми лентами, на которых обозначены буквы. Красный цвет означает, что драйвер должен совершить поворот так, чтобы конус оказался по правую руку. Белый, наоборот, по левую. Расстояние между конусами чуть больше ширины самой повозки. На верхушке устанавливают яркие жёлтые мячи. Если экипаж случайно заденет столб, шарик свалится. И тогда команде начислят штрафные очки. Драйвинг – необычный вид спорта. Кроме наездника, управляющего лошадью, нужен и тот, кто поможет держать равновесие экипажа. Этот человек называется грумом. Если грум допустит ошибку, это может стоить участникам не только победы, но и жизни. Если неправильно рассчитать силу и скорость поворота, экипаж запросто перевернётся, подмяв под себя и лошадей, и людей. Чтобы выдержать такую нагрузку, к экипажу предъявляются особые требования. Вес коляски должен быть строго 150 килограммов, а ширина повозки не превышать 125 сантиметров. Все крепежи обязаны быть только из нержавеющей стали. Этот материал прочный и лёгкий. Конструкция повозки позволяет передним колёсам поворачивать вслед за движением лошади на 90 градусов. Экипаж драйвера состоит из стальной рамы, на которую крепится сиденье. Сзади расположена ступень для грума. Между ступенями и осью задних колёс крепят аэроподвеску, чтобы колёса хорошо пружинили, и груму было легче удерживать равновесие всей повозки. Оглобля для упряжи соединяется стальными замками. Экипажи обязательно должны быть красивыми, поэтому в отделке используют кожу и даже бархат. Из-за таких строгих требований экипаж драйвера стоит дороже автомобиля среднего класса. Турнир по драйвингу длится три дня. Первый устанавливают соревнования «Дрессаж». Это что-то вроде визитной карточки команды. За красивое выступление можно получить много баллов и симпатию публики. На второй день турнира проходит самое зрелищное и опасное испытание – марафон. Для него необходимы природные преграды. Мосты, реки, переправы – и всё это на пути в 23 километра. Победит тот, кто быстрее придёт к финишу и наберёт меньшее количество штрафных очков. Это соревнование покажет, какая лошадь выносливее, а также кто из драйверов управляет экипажем лучше. Вернёмся на день раньше, когда создаются те самые природные преграды. Водное препятствие делается вручную. Яму с пологими краями глубиной в 10 сантиметров заливают водой. По периметру ставят столбы препятствия. Перед соревнованием дно обязательно проверяют. Это может сделать организатор турнира, а вслед за ним – любой желающий. Третий день турнира – самый сложный. Участники должны пройти паркур. Именно на этом испытании выясняется, какой драйвер лучше справляется с управлением лошадью и какое животное точнее выполняет команды наездника. Накануне этого грандиозного соревнования трасса должна быть в идеальном состоянии. Каждый квадратный метр поля, деревянные преграды и препятствия тщательно осматривают. В процессе подготовки важно точно отмерить центр трассы. Каждый из отрезков креста, нанесённого опилками, указывает на угол поля. Накануне заездов важно, чтобы в полном порядке была не только трасса, но и сами спортсмены – лошади. Перед каждым заездом специалист тщательно осматривает животных. Самая сильная порода для драйвинга – орловский рысак с красивым изгибом шеи и постановкой головы. Кстати, красота в драйвинге играет не последнюю роль. Программа «Галилео» не выяснила одного – зачем во время прохождения испытания наезднику и груму необходимо наряжаться в старинные костюмы. На самом деле, всё это соревнование – бросок в прошлое, когда экипаж полностью заменял автомобиль. Чтобы воссоздать утраченную реальность, нужны все эти костюмы. Если наряд не соответствует упряжке или экипажу, жюри начисляет штрафные баллы. Телеги и повозки существовали ещё за две тысячи лет до нашей эры. Для древних греков, римлян и персов колесницы, запряжённые четвёркой гнедых коней, были сильнейшим оружием. Правда, сами повозки тогда были не слишком надёжными и не доставляли удобства ни извозчику, ни лошади. Паркур закончен. Наши гангстеры и их лошадь сегодня хорошо постарались и, кажется, заняли призовое место. Отличный повод порадоваться и сменить вид суровых бандитов на образ счастливых обладателей медалей. Успехов в дальнейшем. Бойт Эксель, Йозеф Добрович, Ижбранд Шардан, Светлана Прохорова. Вы впервые слышите эти фамилии. А, между прочим, всё это звёзды мирового драйвинга. Кстати, фанаты этого вида спорта, возможно, тоже ничего не слышали про Аршавина и Месси. Кстати, а кто это? ГАЛЕЛЕЙ УОООО!